Радиант Тим Бан Тоже еще раз, потому что обе команды Как раз таки встречались с Na'Vi И обе команды Na'Vi проиграли Фнатик очень жестко, Empire Ну, вторую игру очень жестко Первую в борьбе, я думаю Первая игра очень многое решила Итак, состав команды Empire На пике у нас что? На пике у нас кто? Blow your brain, почему-то на пике Я не знаю, так ли это на самом деле Но мне кажется, нет Мне кажется, просто у голублока только какие-то проблемы И поэтому посадили Блаву на пик Ну, это реально было бы Имха не самое лучшее решение Потому что очень хорошо пикает габлак И как-то менять его В качестве капитана Я бы не стал Ну ладно, имеем такую Такое, но маленькое Нужно будет этот вопрос прояснить обязательно Итак, капитан команды все же назову Габлака, Блава, Сайлент, Скандал И Фаник Игроки Ну и команда Фнатик Флай в качестве капитана Ноутейл, которого мы только что видели Такой забавный паренек Очень молодо выглядит Эра, Трикси и Хани Он же Джекей Empire забанили с ВНА Или они вообще так, типа Ну, Фнатики настолько плохи собой Говорят Empire Что мы посадим Блаву на пик И все равно затащим Может быть Может быть Со мной там не согласны Мол, Блава пикает пол жизни Дали попикать и ему Ну, я знаю, что в прошлом Empire Вот старый состав, где играли Джеймс Олвус Ивану Флай, по-моему, там играл Ну, в общем, то, что там Блава был капитаном И то, что он в доте Очень-уже-очень давно Ну, там 8 Нет, не 8, 7 лет, по-моему Но Менять капитана просто Менять пикера, когда у тебя все хорошо Я бы не стал Как бы Lost Тоже очень опытный игрок Его же не сажают, Нави, на пик Ну, в общем, я надеюсь, вы поняли мою мысль Здесь, скорее всего Либо действительно какие-то проблемы у Габлака Либо просто Причем второй вариант, он реально возможен Ну, типа, давай Блава попикай Давай он пикнет Попробуем, может быть, его в турнирных условиях Все равно Best of 3 Все равно, если первую карту там Каким-то образом проиграем Ничего страшного не будет А вообще, Фнатики, это нам не соперник И мы их отправим сейчас домой Просто попробуем Блаву Ну, такой вот какой-то вариант Да, к сожалению, не пикает пенька Итак, Фнатики, Виспхаус, Лон Друид Вот такой интересный, очень плотный Они против ВП так играли Могу сказать, что они этим пиком играют плохо Ну, играли они плохо этим пиком Они вообще не проявляли той агрессии, которая должна была быть Конечно, они там ВП наказывали Но только потом уже, потому что ВП Ну, ничего не могли И в итоге дожимали они в Виртусов очень долго Я думаю, Эмпайр, Виспа, Хаоса играют гораздо лучше Ну, посмотрим, как Эмпайр будет от этого защищаться И то, что Фнатики играли По моему мнению, неважно Тогда это ничего не значит Потому что, в принципе, они могут сыграть лучше Профита забирают себе Эмпайр Интересный бан Свен Баунти Undying Dark Seer У Фнатиков все более так Дефолтно Но Свен совсем не вписывается в первый бан Хотя, почему бы и нет В принципе Бан Гивера Не любят они этого героя Виртуса их, видимо, очень сильно задолбали с Вивером Действительно неприятный герой Даже Хаос с Виспом долго не могли его поймать Но в итоге все-таки одолели Конечно, пик Фнатиков очень сильный лоб в лоб Вот если дадут Лондроиду раскачаться Плюс Хаос с Виспом Ну, вы представляете, что это все такое Это фактически, вот эта троица, это уже как 4 героя То есть Мишка очень жирный, с большим уроном Лондроид тоже очень жирный Тоже с какими-то артами Возможно Ну, вот в игре с ВП он даже начал что-то собирать Хаос Найт Отличный И Висп все это дополняет Привязываясь к любому из трех Вообще Он, в принципе, ну реже всех к самому Лондроиду может привязываться Ну и к Мишке он может тизером прикрепляться И к Хаосу, естественно Ну, это основная его, наверное, будет задача Но есть, конечно, ряд минусов Пик Не такой мобильный, как хотелось бы Да, есть Висп Хаоса Но Миша все-таки, он чуть-чуть более Более таранного типа, что ли, герой Магнус отправляется у нас в бан Только аж третьим баном Очень интересно Тебя обещали побить, если нами выигрывают Была драка? Да, меня побили вчера Просто выхожу на кухню, в окно влетает На веревке спецназовец Какая разница, кто пикает? Они в пятером сидят, обсуждают Наверное, пик или бан Нет, разница есть Поверьте мне Интересно, что будет в игре с Na'Vi Но мне кажется, в игре с Na'Vi будет пикать габлак Вот Я практически уверен в этом Хотя Менять во время турнира Это такой, знаете, это фиговый ход Это на самом деле очень плохой ход Никогда такой ход не доводил ни до чего хорошего В принципе, менять пикера это нормально Но это нужно делать как-то между турнирами В каких-то турнирных играх Но не во время финала Воид в бане от Fnatic Да, хорошо, они пока что очень все делают В пике Ну, как бы у них получается пик Очень сильный в драке А у их соперников Нету таких жестких разводил, как были у ВП Там были, по-моему, как раз Тинкер Был Профит и был Вивер Здесь есть Никс, тоже очень мобильный Очень такой живучий герой Есть Бэтрайдер, неплохой инициатор прежде всего Ну и есть Профит, все-таки есть Какая-то мобильность Но вот Профита одного контряда Виспхаусом очень жестко Там у Кси были огромные проблемы Он куда только не прилетал Его везде находила эта парочка Есть вопрос вардов Вот, кстати, что у Эмпайр очень хорошо поставлено Это вардинг Варды все время стоят там, где нужно Все видят Фнатики, в принципе, тоже в игре 3 с ВП Очень хорошие варды ставили Карту контролировали И им хватило тех вардов Которые были поставлены Сирену отправляют в бан Да нет, на самом деле даже по посадке То есть Капитану остался Габбла Почему? Да потому что он сидел в середине Это было видно На фотке, которую я показывал Блава сидел с краю Капитан не может сидеть с краю Никогда Если Капитан будет сидеть с края Это будет полный трэш Там его вообще не будет слышно Может быть, не быть слышно Последнему игроку Ну и даже если там они сидят в скайпе Но это в принципе не важно Все равно Капитан должен сидеть под середине И так играют Ну, с краю Капитан точно нигде не сидит Это я вам могу заручиться С краю сидит обычно Кэрри, Хардлайн Ну вот у Нави именно так То есть у них с одного конца сидит Хвост, с другого лост ВП немножко по-другому У них Крейзи сидит с краю, по-моему И Санта Ну то есть тоже Как БНС, потому что и Капитан, и Саппорт Он сидит рядом с Иллиданом Лайфстилер Боже мой Фнатик, что вы делаете? Что вы делаете, Фнатик? Интересно, как они лайны поставят? Какую-то даблу на мид Соло-мишку с Лайфстилера Или Лайфстилера в лес отправят Ну вот теперь пик Фнатик Еще сильнее выглядит в лоб Но только им арты нужны То есть им нужны какие-то необходимые Ключевые арты Иначе их просто сожгут Напалмом, там, Бэтрайдера Занюкают Сейчас взять какого-то Эмпайр Типа Лина или Шрака И все Ну то есть С артами уже будет легче Там их просто так не занюкать Но в начале игры будет тяжеловато Я пока не совсем понимаю, как поставить линии Но скорее всего в сложную отправят все-таки Мишку На мид, я думаю, пойдет Хаос с Виспом Они вчера так играли Типа Висп что-то будет пытаться отводить Хаос будет ставить мид Посмотрим, как у него это получится Может быть котел сейчас будет от Империи Чтобы еще более делать мобильный пик Чтобы отбиваться в начале Но правда, нет Бруду берут Ну, кстати, хорошее решение Ну котел, с одной стороны, хорошо отбиваться Но с другой стороны Вот как раз, когда наберет пик Фнатика в такую силу Уже Котел будет неэффективен Со своей волной Джакира Последний пик Бруда хорошо действительно зайдет сюда Против Лайфстиллера того же Будет тяжеловато ей О, тяжеловато Лайфстиллеру Не знаю, куда пойдет правда Лайфстиллер Но я так понимаю, он куда-то в легкую отправится Ну кто бы здесь не шел, в общем, против Бруды Будет неприятно ему Потому что нету героя против Бруды хорошего Ну опять же, если не учитывать ульту Лайфстиллера Да, с ультой Ну это разовая такая тема Там, если Бруда идет в атаку Сел в крипа, вылез, все пауки сдохли Можно нормально драться Но на лайне не очень ему комфортно Почему дота, я хочу Контерстрайк Контерстрайк на сегодня уже закончился Ух, у меня аж пролагало все И Квапа Блава на Квапе Да, вообще абсолютно Решили играть без кэри Без трипл кэри, скажем так Нету здесь героя, которого Нужно качать Нужно высиживать Как яичко Бруда достаточно самобытный герой Габлак будет играть на Никсе Блава на Квапе Сел на Профите Фаник на Бруде Скандал на Бэтрайдере Ну вот, то есть вы понимаете Если сейчас Фнатик проигрывают То это вообще Какая-то минус мораль у них будет Должна быть Во всяком случае Так Закрываем все лишнее Как сыграли ВП французы в Кайсе ВП одержали победу С трудом Или не с трудом, не знаю Ну там просто видел напряженные Действительно были игры по Твиттеру Ну вот Тим Виртус Про Ну что ж, скандал пойдет Мид на Бэтрайдере Фаник на Бруде Квапа на Блаве Блава на Квапе Ну и Габлак Вначале будет как-то пытаться Жить на отводах, я так понимаю Может быть доставлять Неприятности Соло Мидеру Ну или не Соло Мидеру В общем Мидеру Поехали А чей голос в анонсере Ребят, очень знакомый голос Я не пойму чей Габлак на получал Но это не страшно В принципе потерял немного ХП И неплохой реген у Никса Кстати я не Лол, а почему у Никса такой реген Жесткий 3.2 У Никса реген 3.2 Базовый просто На первом левеле без айтему Охренеть Вот это я конечно дал Тяжело здесь будет хаосу на миде Да и Габлак мы видим Что сначала не идет качаться Он будет помогать скандалу Хотя на самом деле Скандал здесь И так имеет очень хорошие Шансы Просто вначале ему нужно помочь Чтобы не убили вдвоем Стоят Сентрики против Бруды Лайфстиллер качается И здесь нужно Джакира конечно потеть Не давать Бруде вообще ничего делать Ставить Сентрики Замедлить Ой-ой-ой Фаник Фаник проседает Да нужно быть аккуратнее У Лайфстиллера замедление очень жесткое Это одно из тех замедлений Которое Бруду уконтрит очень жестоко То есть там Бруда может убежать от различных Даже от Веника порой Бруда убегает Но вот от Лайфстиллера она не убегает Начинает регенит Кстати обратите внимание как регенит Он неинтересно Он просто съедает ветку И остается в сетке сидеть Все Денает Денает крипов Ну естественно здесь не хотелось бы затягивать Профит просел по хп Куда-то залез И посмотрите какой битый медведь Медведь очень битый Пытались убить его здесь Никсу в принципе достаточно Один-два моноберны сделать хаос Чтобы у него там уже практически не было маны С пылы достаточно дорогие Но пул небольшой Поэтому нужно быть аккуратнее Но пока что фнатики достаточно уверенно Держат свои линии Им сейчас нужно посидеть спокойно Пофармить Им спешить некуда Но будут у них определенные проблемы Будут Ой добиваются сейчас сатира за 100 монет Это не очень приятно Висп забирает ДДшку Ох Баш от Виспа неплохо Рифт Ой это сейчас ФБ будет на габлаке ФБ на габлаке Бэтрайдер летит Но здесь ДДшка ДДшка очень больно Дымажит Бэтрайдера Бэтрайдер Еще одна тычка от Виспа нужна И Висп не дотягивается Отхиливается там скандал 7 секунд И Эра убежит Захиливает Посмотрите Кларити включает Фласку врубает И захиливает Хаоса Одной Флаской Одной Кларити Ирегенит ему ману Ну вот это Висп То есть Используя на себя Лечилки Ирегена Он все передает Хаосу Ну вот такое начало Дерись с Виспом Под ДД Называется Ну хотя там в принципе Уходил габлак Ничего он там Не хотел сделать Но его все равно Хаос зацепил Очень неплохо сыграл Лера Ой Это минус Это должен быть минус Фаник 2-0 Готовы отправлять домой 2-0 Профит летит уже За Трикси Трикси нужно уходить Он этого не понимает Ну басик Лол Он ушел Он ушел Почему же не решился Влетать Профит Влетел бы Профит Убили бы Одной тычки не хватило Вот видите Оказалось что и не Нубасик Крипстат Бэтрайдера 17 Крипстат Хаоса 9 Бэтрайдер конечно выигрывает Но оно так и должно было быть Но у Хаоса там Или у Виспа У кого-то ФБ В любом случае Нет у Хаоса ФБ Замечательно Лайфстиллер 16 Крипов Профит 14 Квапа 13 Бруда 11 Неплохо Висп 9 В лесу наотводил Что-то Трикси 7 Джакира 7 0 у Никса Итого Преимущество команды Фнатик Очень-очень не хотелось бы Чтобы Эмпайр Здесь давали Фнатикам вначале Получить преимущество Потому что как я и говорил Пик вообще непробиваемый У Фнатик В лейте С какими-то артами В лоб Ну вот как Вот как можно Мишку Хаоса И лайфстиллера Просто одолеть Вот тем что есть Ой как у нас Дропают пакеты Замечательно Не вылетают выстрелы от вышки Да Вот видите Это не вышка тупит Это просто нам не показывает Что летит выстрел К сожалению Потери пакетов Есть небольшие Ой-ой-ой-ой Хаос Что-то Что-то у него с рифтом Не то произошло Спрашивают у всех Я лагаю Давайте пока Небольшая пауза Там ганг на бруду Нет у меня 0 дропов Все окей Возвращаемся Смотрим на брудмаза Брудмаза ставит сетку Брудмаза под просветкой Брудмаза живет Зачем-то подходит О боже О боже Джакира Рисковал Бруда захиливается Уходит Хорошо Вовремя Фаник играет Играет с огнем Нет на самом деле Бруда очень мобильна Джакира тяжело По ней попасть И Фаник все Отконтролил Пока не так все плохо У Фаника Я бы даже сказал Очень хорошо Несмотря на то Что его один раз убили Это все мелочи Ооо Влетает Ноутейл Ноутейл Нету ничего Туда добавить Последняя тычка Отключается от игры Один из комментаторов Медведь сюда прилетает Стан на 3 секунды Минус вис Квапу нужно закапывать Очень-очень битый хаос Хаос умирает Медведь Медведь закапал Квапу 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 убивает Все-таки Еще одна тычка Нет Убивают медведя Нужно вызывать нового Не вызывает его Почему-то Трикси 2 в 1 Размен Как-то очень плохо Сыграли здесь Фнатики А Эмпайр Наоборот Сделали все Очень-очень хорошо В принципе Была драка 4 на 2 Прилетел медведь Стал 4 на 3 Но вот хаос отдался Это очень печально Сейчас у Эмпайр Очень хорошая ситуация Ой А почему у Квапы Так мало денег Золота Где у нее все Где все айтемы Вообще блавы А вот оно 2-0 талисмана Все-таки есть Бэтрайдер Битый Цепляют его Уходит Уходит Бэтрайдер Накидал там стеков Все Медленное Ну Тут Эмпайр Все правильно делают В принципе Как-то раскачивают Фнатиков А фнатики ведутся на это Фнатикам нужно фармить Фнатикам не нужно Никакие агрессии проявлять Зачем? Фармите аккуратненько И все Они прям хотят Здесь и сейчас Квапа убивает Веспа И сейчас Никс умирает Ну и Этот парень тоже Дабл килл от Квапы Квапа 3-1 И еще повезло Там на самом деле Медведю Что он ее прикопал Как раз Квапа Бэтрайдер Бруда Они это могут раскидать Очень здорово В мидгейме Что у Веспа с левелом? Четвертый Почти пятый Ну знаете Неплохо у Веспа с левелом Может действительно Быть очень неприятно Если он получит Шестой Как бы тоже Смогут помогать Фнатики Своим ребятам Ох Стан 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 Одну секунду Всего лишь Стан Такой анлак Ай эра Эра наверное думает Ну как же так Что за бред Как так могло получиться Одну секунду Стань на две И там можно было бы Трайдера наверное Все таки убивать Я уж молчу про три А стан ты Третьего левела То есть он в принципе И на четыре Мог вылететь Такой бред Ну вчера Фнатикам Вчера Эмпайр Очень не везло Очень сильно Когда там Фаник попадал Под какие-то Рандомные тизеры Его полили Просвечивали Убивали В чистом поле Здесь Пока что не везет Фнатикам Стан Получает эра Вообще У эры Несмотря на то Что вроде такая Идет более-менее игра У него ничего нет У него какой-то Один сапог И мэджик ван Ну у медведя Чуть получше Ну просто По деньгам Получше Единственное У кого есть Какой-то фарм Это лайфстилер Хаос Продолжает Фармить Кстати Вчера Интересный Сентряк Был от Нави Вот такой Сентряк Вот где Сейчас Стоит Сентри Вард Радиентов Сюда Они поставили Играя За темную Сторон Ну естественно Свой Сентряк И этот Сентряк Он в принципе Дает небольшой Обзор Но В чем его Преимущество Если сюда Подходит Герой В смоках Его видно На миникарте Ну не на миникарте Но просто Его видно И Дэнди Контролировал Эту тему Очень внимательно Вот Важный Такой Интересный Сентрячок Был То есть Казалось бы Ну что Он здесь Ничего не видит Но вот Вот этот Чуть-чуть Из того Что он Видит Этого Хватало Итак Смотрим Мидос Есть у Сайлента У Бэтрайдера Пока что Толком Ничего Нет У Никса Сапог Мэджик Вант Бруда ПТшка Бруда Очень неплохо Расфармлена Ну и Блава имеет Два Нул Талисмана Такая Боевая Квапа У нас Будет То есть Ну чуть Потолще Чем Обычно Чуть Больше Урона У нее Будет И мана Чем Обычно И в общем То Я думаю Вот с такой Сборочкой Сейчас Блава Будет Какую-то Активность Навязывать Он уже В принципе Навязывает Иначе Это смысла Не имеет Если Ты там Будешь Сидеть Оформить Свой Аганим Свой БКБ То Зачем Тебе Эти Нул Талисманы Ну Как бы Они тебе Нафиг Не нужны Если Только Ты Не терпишь На линии Ну Вот Блава Уже Приходит Вниз Здесь Лайфстилер Лайфстилер Кстати Имеет ПТ Имеет Очень Правильная Сборка Никаких Мидосов Его Здесь Просто Задавят С Мидосом Ему Нужно Реально Доставлять Неудобства Есть Ульта Да И пауков У пауков Остается мало ХП Пауков Нужно Уводить Квапа Ничего Не добилась Преимущество У империи Небольшое Но уже Есть Это приятно Фаник 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 Очень хорошо Крипится Ну То о чем Ишла речь Что Бруду Здесь Тяжело Кондрить То есть Есть Замедло Да Есть Ульт Лайфстилера Но Вот так Вот Когда она Начинает То в лесу Жить То на линии Особо нигде Не палится Бруда Получает Очень хороший Такой Карт-бланш Лайфстилер Сейчас будет У него Армлет Молодец Хорошо От него Здесь Еще раз повторю Многое зависит И Мидос Есть у Мишки Мишка Чувствует себя Превосходно Тоже Никуда не торопится Все вышки У фнатиков Стоят Очень играют Пассивно Это уже Вчера тоже Многие заметили Что как так Почему они так Пассивно играют Ну Вот так вот Они пассивно Играют Они пикнули Сейчас очень пассивно Им спешить некуда Им нужно качать Своего медведа Им нужно качать Своего лайфстилера Конечно же Хаоса У которого Ничего нет Стан Ой Ну теперь Четыре секунды Здесь конечно Скандал Ничего не смог ТП Дает сюда Профит Тоже куда-то Попытался влететь Нет Не решился влетать Все правильно Сделал Профит Не нужно было сюда лететь Ай-яй-яй Вот что я хочу вам сказать Паник На своей бруде Оооо Бам Влетели Две секунды Стан Дыхание Несчастная бруда Умирает Вовремя Вовремя Влетели Еще Бруда-то жирная Ее бы вдвоем Даже с просветки Джакира с лайфстилером Не собрали Вы посмотрите что делает Стан Четыре секунды Бэтрайдер успевает Использовать фаерфлай Умирает Что творят фнатики Килл бэтрайдера Прыжок наверх Вниз точнее Фраг бруды И опять вернулись Убили бэтрайдера Хаос Нужно быть осторожнее Нужно чтобы висп его захилил А висп сам здоровый Вот интересный момент Который я недавно заметил О котором честно говоря Не знал Ну По своей неопытности Не играл за виспа Висп не передает реген Если у него полное хп Он захиливается флаской То есть только если он сам лечится Именно Ой нашли медведя Медведя нужно убивать Медведя нужно убивать Бам 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 И давай Что нибудь еще Какой жирный Вы посмотрите Какой же он жирный Стана Джакиры Здесь застряли имперцы Лайфстиллер Стан Отличный Вапам Отпивается Отличный крик Держится как может Блава Ай-яй-яй Габлак уходит Ульт хороший От Nature Profit Рифт Минус Что только одного Никса зацепили Да только одного лишь Никса Ой-ой-ой Чуть-чуть не допрыгнул Хаос Хаос оттащит под вышку Хаос Очень неприятный урон Получает Хаос дает Стан Фантазмы Что творит Хаос Хаос забирает Под вышку имперцев Блин зачем ты Зачем ты его схватил Рошан Рошан помог Снизу тем временем Падает вышка Фаник не теряется Приходит сюда медведь Медведь без медведя Как бы парадоксально Это не звучало Ну что ж Я бы сказал что сейчас Сухими удалось Выйти в какой-то степени Из воды Империи Потому что они залезли На этого медведя Медведь оказался Значительно толще Чем они планировали И в общем то Они потратили Все сплы Всю ману Просто Фнатики Немножечко растерялись Фнатики Упустили там Габлака В итоге Его все таки добили Но поздно Они могли там Раскидать вообще Всех очень жестко Просто немножечко Потерялись И тем не менее Они убили Бэтрайдера Они убили Никса И они продолжают Достаточно ровно Вести игру Потеряв одну вышку Они проигрывают Эту тысячу Но им это Не критично Опять же У них есть Мидос на Мишке Мишка начинает Отъедаться Лайфстилер Так вообще У них очень жесткий Ну реально Сильный лайфстилер Он Свой фарм Получил И в общем то Все хорошо Верхнюю вышку Отдают на халяву Хаос тоже Получил неплохой Вот этот бут Да Сверху вышку Потеряют Немножко Фнатики Да Эра залетел Эра умер Хорошо Разобрали Мишка приходит На верхнюю линию Там снесли Вышку Тем временем Кто добил вышку Силы света Укрепили свои строения Не написали Нам почему то Кто добил вышку Ну не важно Скорее всего Это сделал Конечно же Глава Потому что там Было мало хп И медведь Не успевал Стан Бруда Под просветкой Что ли Да Бруда умирает Опять фнатики Начинают проявлять Агрессию Там где не нужно Но вот поэтому Эта команда Не играет активно Видите Они Не всегда правильно Проявляют агрессию Но в принципе У них хорошая ситуация Все равно Вот где то Будет какой то Критический момент Где эмпайр Нужно будет Переломить Пока что идет игра Но как бы С одной стороны С другой стороны Эмпайр не особо Спешат Есть у них еще Время Ну и Фнатики Естественно Никуда не спешат Все пока что Будет хорошо Все пока что Для них хорошо Но может быть Какая то ключевая драка Которую Фнатикам нельзя Будет проигрывать И уж точно Никак империя Нельзя терять Вышки своей Это не входит В их планы Битрайдер опять Пытаются собрать Но не Ничего не выйдет Там Никс Никс И он убьет Хаоса Еще сверху Квапа стоит Вот ждут Ждут Сейчас посмотрим Сагрится Фнатики Или нет Фнатики тоже Хорошо все делают У Квапы ДД сейчас Очень важная драка Квапа покупает Ультимей Действительно мы видим Что Блава абсолютно правильно Ну стратегически играет Он собрал эти два Нультисмана И он все время Где-то в экшене И фармит дальше Тоже такой какой-то жир Правда ему бы БКБ Неплохо было бы подумать Но как мы знаем Блава не любитель БКБ Он любитель Чтобы в него лучше Влетел этот стан И чтобы он его мог пережить Собирает просто Какой-нибудь там На статы Шмотки И герои у него Такие любимые Там та же сирена Которой БКБ Вообще не идет Вышка же стоит Вышка наверху Нет Не стоит Все Что вы меня путаете Дыхание Паучки выживают Немножечко Джакира Подфиживают Этими пауками Посмотрим Что там у нас По сборкам Давайте прям Вот глянем Да Армлет ПТшка 1600 Лайфстилеру Тяжелее стало Фармить Мишка зато 1800 И продолжает Свой Мидос Реализовывать У Хаоса появляются Барабаны Это уже для него Очень хорошо Учитывая что он Здесь не основной Кэрри Что здесь Лайфстилер Больше должен тащить Ну и собирать Естественно арты Поэтому я думаю Он может себя чувствовать Очень-очень неплохо Виск Ну так себе арты Ну и в общем-то Не важно Посмотрите что делает Квапа Такой ты вообще Рисковый парень Никс Дает И нужно ультовать Сейчас Квапе Квапа попадает Под станчик Квапа входит В Квапу И Квапу забирают Мишку забирают Профит тоже Остается здесь Профит сейчас Пойдет рифт Профита Виск улетает Квапа приходит Нет здесь Бэтрайлер Летит Нужно фантазм Использовать Хаоса Если он хочет жить Он использует Фантазм Дает станчик Получает ульту Сюда же Возвращается Профит И забирают Как хорошо Эмпар сейчас сыграли Просто замечательно Они сыграли Могли потерять Там всех Но опять Чего-то Не хватает Хаосу Да и обратите внимание Хаос даже Барабанщики не использовал Но как так Там нужно было Там буквально Вот каждая Единичка урона Она решает Не успел бы Профит дать Меку Квапе Если бы Использовал Барабаны И уже начинают Кушать Вот сейчас Наверное Один из важнейших Моментов Лайфстилер Возвращается Нужно использовать Ультимейт Блин Ну так Фнатики играют Как же они плохо-то играют Ну что такое Почему не использовать Ультимейт сейчас Вышка же проседает Быстро Разобрал Крипов Зачем ты его копишь Вот я еще ни одной ульты От Лайфстилера По-моему не видел Ну была по-моему Одна какая-то Где-то в драке Залез Вылез Собрал Быстро фарм Пошел качаться В другое место Все Что ты там Долбишь этих крипов Дружище Как-то все Немедленно Так делают Жадничают На скиллы Фантазм Сразу не нажал Вот опять же Играл бы Блава На этом хаусе Он сразу бы прилетел Нажал фантазм Все Раскидал бы всех там Никсов Это такое ощущение Что вообще забыл бы Пока когда его убивают О Фантазм Две секунды Можно спастись Потому что реально плохо Эмпайр им Дают играть Они все равно Не хотят играть Эмпайр вообще Не парится А сейчас Хекс будет Дублавы Он такой Жирный Висп с хаусом Две ульты Использовали И одну из них Зафейлили Ну две ульты Виспа Имя ввиду Что такое вообще Фаник прибирается К БКБ Молодец Фаникс Не потихоньку Уже очень быстро Подбирается Он к БКБ Уже фактически собрал Вышки Вышку одну спушили Там внизу Ну 5000 Преимущество Империи Чего я следовал ожидать В полет за брудой Великолепно Просветка Видит бруду Бруда сама подставляется И умирает Не Ну здесь Он все хорошо Использовал Фантазм Не стал жадничать Хотя может быть И не нужно было Ну да ладно Ну я считаю Что правильно Забрали фраг Эту бруду Поспокойнее сейчас Получили возможность Подфармить Лайфстилер Сейчас драка будет Ой как зацепили Блаву Блаву Убивают А без Блавы Это здесь вообще Плохо все Блава Такой там жирный был Его все равно Нечем было спасти Смог Использует Эмпайр Профит Не успел влететь Дать меку В смоках Летят Палятся Охренеть Как Просто Огонь Бэтрайдера Из ниоткуда Держи Бэтрайдер Бэтрайдер с гемом Зато без даггера Тоже Отлично И фнатики Начинают пушить Вот здесь Они все хорошо сыграли Падает вышка А что там Произошло такое У медведа Нет радианца Что у них Так Вдруг укусило их Какая муха Что это Они вдруг Решили забрать Вышечку Нет Ход то правильный Просто Что их побудило Это же Фнатик Неужели они Действительно Собираются С мыслями Ну и вот Как бы я Опять же Их не ругал У них то все Неплохо Реально неплохо Вот это отставание Которое было И которого уже Нету фактически Как вас Ломать то Скажите Господа Там ни одного Никс Бам Кажется Виртус Про Открывает свое Подразделение Второе по доте Называется это Тим Эмпайр Просто Фитфест Устраивает Это у меня реально Такое жесткое Дежавю Сейчас Вот я Вчера То же самое Видел Забирают Дабл стэк Забирают Фраг Все Преимущества Нету Что вы будете Делать с медведем Что вы будете Делать с хаосом Понимаете там Медведь Хаос И висп Это уже такая Ксила У которой в пике Эмпайр Вообще ничего нет Ну там Бруда какая-то Одна Ну и профит Как мы видели Профит вчера Даже с рапирой Не мог С мишкой Ничего сделать А тут Еще Между прочим Лайфстиллер Лайфстиллер Один из сильнейших Кэрри Правильно Лучше забрать Грявол Рошана На-ка хвостом На-ка хвостом На-ка хвостом Эть Эть Ха-ха Как же он Классно дерется Диско Диско бой И Фнатик Отдают Рошана И делают Это Ну не сказать Что правильно Но они Разменивают На вышку И у них Все отлично У них сейчас У медведа Будет Радианс У медведа Радианс У лайфстиллера Дезолятор У хаоса БКБ Вы чувствуете Силу Телепорта Хаоса Виспа И лайфстиллера Лайфстиллер Садится в хаоса Все это падает Сверху на голову Ну то есть Если даже Их здесь найдут Их Ну убить Вряд ли смогут Висп даст ТП Ну только виспа Если очень быстро Заговорят Висп просто даст ТП Свяжется с хаосом Лайфстиллер прыгнет внутрь Все И висп вернется Назад один сдохнет Что в принципе Ему не так страшно Мишка идет Хилиться на фонтан Собрал Радианс Все Фнатиком Можно сейчас Ну точнее Им не нужно конечно Этого делать Но в какой-то степени Можно расслабиться Откинуться на спинку стула И Спокойно играть в доту И у виспа почти мега Ну что ты будешь делать Что вы будете делать С этим С этими ребятами Я не знаю Я не знаю Минус простаивает у профита Не Причем Про матч с Виртуз Прой Могу сказать Что ВП так Ну они не расслаблялись Ну просто у них не пошла игра А Эмпайры Потому что Они сказали Ну вы представляете ВП там Ну не расслаблялись Но все Это было провалом И как бы Проиграть с Фнатиком Это было очень плохо Они Сами говорят Что как же мы так Могли сделать А Эмпайр Взяли в интервью И сказали Да мы их сейчас Домой отправим И первая игра Вот такая вот 14.9 Какой-то непонятный Фист-фест Никто ничего не может Преимущество в 3000 У Эмпайр А в пике Там Лондруид С Радиком Лайфстиллер С Дезолятором Сейчас этот парень Будет собирать Кирасу Этот парень Уже собрал БКБ Будет какую-то варить манту Ну в принципе Реально здесь нужна Манта Чтобы такая массовочка Была пожестче Смоук разбили Фаник это все видел Квапа собирает Хекс Квапа есть Аегис Ну и вот они идут Втроем снизу Такой сильный Пуш Лайфстиллер Джакира И Мишка Тяжело с ними А там еще сверху Может Хаос Дропнуться с виспом Очень Очень неплохо И сразу Квапу закапывает Минус пол хп Еще удар Еще удар Ай как больно Как же больно Висп забирает ддшку Пауки все умирают Радианс Это великолепное здесь Конечно решение Мишку пытаются продамажить Все крипы умирают Джакира дает еще станчик Мишку задамаживает Достаточно серьезно Но он там забрал Кучу пауков И забрал талинтов Квапу пробил Квапа идет на базу Вы видите уже Какие проблемы Ну у меня теперь Язык не повернется Вообще сказать Про фнастиков Что они сейчас Играют пассивно Я бы на их месте Учитывая что Ну насколько Сильны все таки Эмпайр Я бы еще посидел Посидел бы И пофармил бы Дофармил бы Кстати медведь Может собрать кирасу В принципе кираса Да это такой Не самый нужный айтем С точки зрения Но у нас же Прежде всего радиаура Собирается И радиаура Плюс минус армора Положите ее в мишку А лайфстиллер Пусть соберет МКБ криты Там тараску какую-то Вот тараску например Да тараска это вообще Или бкб Чтоб вообще у него Там было 16 секунд Даже не 16 А 22 секунды Бкб Ну иммунг магии В смысле Чтоб и нет Опа Ну там щиток был Там был щиток Не страшно Вот это реально Вообще не страшно С гемом хаос Хаос фармит крипов Ни одной стороны Не потеряли Профит Влетает К хаосу Хаос Получает хекс Свист Влетает Включает овершар Чтоб хаос Сильнее танковал Хаоса Все просаживает Абсолютно Мека входит в хаос Двойная Хаос живет Хаоса убивает С трудом Нужно хаосу байбекаться И лететь в игру Лайфстиллер Сгрызает Никса Мишка уже здесь Мишка бьет квапу Квапа Умирает Умрет умрет Должна умереть квапа Медведь ее должен догнать Дожечь Нет квапу отпускают Медведь А медведь под напалом Медленный Уходит квапа Размен один в один В хаоса всадили все В хаоса всадили все ульты Всадили Он даже бкб не успел нажать Ну и кстати В принципе квапу И не нужно убивать У нее все равно Аегис Который скоро кончится Ее только два раза Джакира Доходит Запрыгивают Отличный ультимейт Ай как хорошо получилось Медведь Не закапывает Ну вот Эмпайр Включили Эмпайр Начинают штрафовать Плохо А штрафуют за то Что варды не подставили Просто-напросто Плохой телепорт Очень плохой телепорт Ну лол Ну такой ты скандал Вообще Ну тебя просто Боже Отцепится сейчас висп Ну как так можно то А Ты видишь этот телепорт Взял Подошел Начал бить крипов Ну что такое Что же Начинается Сбивают варды Никс уходит Вендетту Сейчас будут пытаться Еще разок хаоса забрать Без виспа А нет висп Кстати не умирал Он же просто назад улетел Да Это Джакира умирал Фармит фаник У фаника много денег Действительно И Давайте посмотрим На фарм 13 тысяч профита 12 у медведя 11 у лайфстилера Бруды 10 Хорошо Ну опять же 3000 у мишки Мишка к керасе Подходит Лайфстилер 2800 Лава продал 0 ТС маны Свои Ну привет Отличная попытка Нож куда-то Врага Воткнулся Хаос Посмотрите Не знаю Это баг Или не баг Да Опять же Проблемы будут У фнатиков С тем что Они вот Не знают Как им выйти Из-за этого Эмпайр Ну С брудой Со своей Им нужно Убивать бруду Обязательно Потому что Бруда все время Контролирует Свою Нижнюю линию На самом деле Просто нужно Виспу с хаосом Давать Какое-то ТП Кто-то влетел Ой Бэтрайдера нашли Не работает Прикопка у мишки Ну в скандал Увезло Просто везет скандалу Ой Залетают за медведем Оверчардж Хватает он мишку И умирает Просто потратив Ульт на мишку Великолепное решение Потратить ульт на мишку Это просто то что нужно Убивают Джакира Лайфстиллер Вгрызся в профит Профит получает Очень приятный станчик Минус профит Профиту нужно выкупаться Отличная ульта От главы в никуда По-моему В этого Веру в БКБ Сейчас заберут скандала Стан полетел Замедление Минус скандал Лава уходит Молодец Профит выкупился Профит будет драться А все здесь в лоб не сломать Ну не сломайте Хотя фаник Фаник молодец Фаник отвлекает Но за фаником выехали Фанику нужно Текать отсюда ВКБ уходит Пытается его убить И Уходит Молодец Красавчик Лайфстиллер Ловит хиксу Есть вторая хикса Но это мало Очень мало Возвращается сюда висп Висп Причем один Возвращается Да Чтобы помочь Лайфстиллеру Да Медведь Собирает кирасу И ему остался Только гиперстоун 2000 у хаоса Лайфстиллера Там куча бабла 4000 Оля-ля 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 Итак Здесь будут собирать Бабочку Уже собрал себе Фаник бабочку Это конечно Очень хорошо Есть два хикса Есть криты У профит Профит собирается на урон Ну что ж Правильное решение Квапа 2600 И есть у него Хикса ПТшка Ну нужно бакабет Фармить Ну в принципе Пик конечно боевой Но мы видим Как тяжело Против этих ребят Эмпай реально лучше Все в драке делают Это видно Но просто проще У фнатиков Пик Проще и сильнее Что самое главное Лоб в лоб Здесь приходится Микрить Куда-то там Идти Находить Какие-то маршруты Бэтрайдер Хватает мишку О боже Я отказываюсь Это вообще Комментировать Скандал Просто поработил Спиритбера Скандал Поработитель Спиритберов Великолепно Давайте еще разок Второй раз Он улетит в медведя Но это мисклик Был очевидно Все правильно делают Ульты в мишку И в бкб Да Совершенно верно Все отлично Медведь с кирасой Доигрались Понимаете Что медведь Вот этот медведь Вот просто Он Это как Такой рюкзак Это великолепный Герой Для такого пика Он просто Играет роль Какого-то носителя Аур Сейчас он себе Положит Владимир Положит все Что нужно Вообще А здесь еще и Три милишника Владимир Для них самое то И хаосу И лайфстилеру И мишке Все положит в себя Будет очень прочный А сам Будет собирать Какие-то потом Арты Уже если Доживет Вообще До этого Кто-то Драйдер уходит Ооо Заходит на Рошана Увидели Рошана Блинканул К себе Медведя Смотрите Медведь Ничего не боится Просто Но Мне пофигу У меня плащ Я убью всех И он прав У него плащ И он действительно Очень жесткий У него ничего Не могут сделать С плащом У него слишком много В КП Кастовать в него магии Ну вы видите Да Великолепный урон Квопа просто падает От Хаос Найт И лайфстилер Забирает Никса Квопа выкупается Бруда в БКБ Бруда в БКБ Гему Хаоса БКБ закончилось Рифт Не попадает Стан У нас Бруда Джакира там кинули Немного Джакир умер Вы просто чувствуете Насколько Непробиваемый Трикси Он идет на двоих На двух героев У которых в принципе Основной урон На данном этапе игры Магический То что у них Там есть физика Ему абсолютно не страшно То что у них Есть магия Ему еще Менее страшно Потому что он жирный И у него есть плащ Плащ который Увеличивает его Ой-ой-ой После блинка Великолепно Блава тратит блинк Получает стан На 3 секунды И умирает После байбэка Это ГГ Это должно быть ГГ По всем канонам Доты Тут уже не выиграть Лайфстиллер с Тараской Хаос с Тараской Сейчас будет И медведь с Тараской Вот в медведе с Тараской Я вообще посмотрю Как они будут убивать Этого медведя с Тараской Если его Уже не убить Под оверчарджем Каким-нибудь Веспа Воидгред законтрит Войда забанили Фнатик Они предвидели Такие вот темы Ну хотя Если бы тут Здесь была какая-то луна То есть в принципе Блава фармил бы На луне Было бы поинтереснее Но квопа Не может участвовать Вы посмотрите на этот урон Просто посмотрите Что делает медведь Медведь из-за дезолятора Просто ломает Барак в секунду И лайфстиллер с Тараской Уже Минус бараки отходит Лайфстиллер Начинает работать Тараска Восстанавливает Все хп Джакира в принципе Без айтемов Ну и висп Ой-ой-ой А висп-то уже с БКБ Привет И сейчас Будет у нас Попытка Сделать ГГ Просто Разбили смок Но это все видят Все видят Такое ощущение Что Эмпайр Ну потому что у них Варт на отступлении стоит Они видели Что не отступили Тоже разбили смок А это Вот сейчас это видели По-любому в Фнатике Если смотрели Та-дам Стан Фантазм Никс Вообще ничего не успевает сделать Бэтрайдера прикапывают Минус Бэтрайдер Мишка биты Мишка с Аегисом Джакира убивают Отлично Квапа убивает Джакира Мишка Все еще живой Влетает в него Дофига урона Он до сих пор живет Держится там за руку Три в один Какой лол Видит Квапу Видит Квапу Видит Квапу Стан на 4 секунды Медведь улетает И И Дожигает Квапу Радианцем ГГВП Они отправили их домой Вот так вот Эмпайр отправили Фнатик домой В первом сете Что-то не очень, да? Ну ладно Это первый сет Сейчас может быть Эмпайр соберутся У меня истерика Уже, знаете Такой дурной смех Что делают Российские команды На этом турнире Я не понимаю Дождик Дьер 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 Продолжение следует...